Вместо бутсов и мячей коньки, шайбы и клюшки. В Санкт-Петербурге идут последние приготовления к хоккейному матчу на футбольном стадионе, том самом, который принимал этим летом чемпионат мира и где наши игроки одержали победу над командой Египта. Ну а теперь на Газпром-арене состоится ледовое противостояние сборных России и Финляндии в рамках Кубка Первого канала. О технологическом прорыве и шансах команд в репортаже Дмитрия Витова. Лед из коктейльных кубиков, тех самых, что бросают в напитки для охлаждения. Их завезли на стадион несколько тонн. Два грузовика. Это ноу-хау петербургских инженеров. Если их заливать отфильтрованной водой, лед формируется быстрее, будет крепче и ровнее. Это технический вызов для всего стадиона в целом и даже для нашего города, потому что это уникальное событие, когда на мультифункциональном, но все-таки в футбольном стадионе мы организуем хоккейные мероприятия. Этот стадион принимал Кубок Конфедерации, чемпионат мира по футболу. Здесь уже выступали рок-звезды, но в хоккей играть будут впервые. Для этого все поле целиком выкатили на улицу. Технология позволяет двигать газон на рельсах. Траве ничего не угрожает. Снизу электроподогрев, сверху фитолампы. Пока выращивали лед, все двери держали открытыми. И вот накануне ворота из творки крыши сомкнули. Внутри стало тепло. И все же организаторы рекомендуют прихватить с собой свитера и куртки, особенно зрителям первых рядов. По регламенту возле коробки температура воздуха не выше 15 градусов, а вот наверху может подняться до 25. И такой перепад часто вызывает туман. Лед начинает парить. Инженеры обещают справиться. И с этим сюрпризом. Когда придут люди, в достаточно большом количестве на штадион, ожидаем до 68 тысяч человек, каждый человек выделяет определенное тепло. Поэтому баланс температур в чаше здания возможно будет меняться. И возможно это будет каким-то образом отражаться на выпадении этого пара. Но мы к этому тоже готовы. С помощью штатных систем, которыми обладает наш стадион, мы сейчас этот вопрос решаем достаточно успешно. Но главный сюрприз это конечно сама игра. В Петербурге сразятся Россия и Финляндия. Наша команда открыла кубок Первого канала победой над чемпионами мира, шведами. Афины уступили чехам. Но в обоих матчах встречи закончились буллитами. Сборные идут с минимальным отрывом, так что исход игр непредсказуем. Я-то ожидаю праздника хоккейного. Во-первых, придет и стадионная аудитория, и абсолютно новая аудитория, которая не ходит на футбол, но ходит на хоккей. Или не ходит ни туда, ни туда, но придет, потому что на футбольном стадионе хоккей. И так далее. А люди, когда идут на такое мероприятие, они ожидают всегда чего-то такого. Вау! Зрители Первого канала увидят матч практически изнутри. Десятки камер сейчас монтируют вокруг хоккейной коробки, над ней и на разных уровнях стадиона. Они будут сопровождать игроков из раздевалок до самого льда. А тем, кто приобрел билет на стадион, советуют прийти хотя бы на пару часов до начала. Будет красочное шоу, развлекательная программа, в том числе для детей. Хоккейная коробка видна как на ладони с любого места стадиона. И даже зрители верхних рядов не пропустят ни одного нюанса игры. Для этого установили четыре гигантских монитора. На них будут транслировать весь матч и повторы самых интересных напряженных моментов. Организаторы уникального матча посвящают его выдающемуся тренеру Анатолию Тарасову. Тому, кто вывел наш хоккей на мировой уровень, будет посвящена выставка. Редкие фотографии представят прямо в фойе стадиона. Дмитрий Витов, Денис Торопчинов, Георгий Ильин и Ксения Угарова. Первый канал. Санкт-Петербург. Итак, хоккейный матч России и Финляндии смотрите уже завтра на Первом канале. Начало трансляции Санкт-Петербурга в 16.55. А сегодня не пропустите игру нашей сборной с команды Чехии. Прямой эфир из Москвы в 15.40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова